Всем привет! Меня зовут Лена и я рада вас приветствовать на своем семейном канале Мачо и Мучача. Значит, хочу поднять одну из таких тем, и это не просто так поднятие темы. Мне написала одна из моих зрительниц, ну вы знаете, что у меня есть и семейный канал, есть у меня и похудательно-жизненно-влоговый канал, Жизнь худеющей богини. Значит, на канале Жизнь худеющей богини я уже не стала эту тему там поднимать, потому что нам там достаточно тем, какие мы хотим обсудить, но это тоже касается похудения. Значит, давайте я сейчас зачитаю. Сегодня будет две темы в ролике. Буду тестировать помаду новую, какую купила. Покажу и расскажу название той красной помады, кстати, она в тему сейчас, по поводу женской чувствительности. Комментарий пришел от моего подписчика Котик Мяу. Я предполагаю, что это девушка, потому что вопрос был написан как о девушке. Лена, здравствуйте. Я думаю, вы не расслабились и не располнела. Это с вами выросло удовольствие. У меня был ролик по поводу молодого мужа, что муж моложе. Но эту тему я поднимала на своем канале Жизнь худеющей богини. Так вот, у меня вопрос к вам и тем женщинам, которые, может быть, сталкивались с такой проблемой. Весе за 100 килограмм. В сексе проблем ноль. В плане чувствительности. Как только меньше 100 килограмм, уходят все ощущения. Чтобы случился оргазм, очень нужно постараться. Когда было 76 килограмм, оргазма не было ни разу. Вам удачи и семейного благополучия. То есть вопрос стоит в том, что при потере килограмм, когда мы худеем, теряем, теряется чувствительность. Есть ли такое у женщин, у моих зрителей и у меня. Я думаю, суть вопроса нам ясна с вами. Мы ее сейчас обсудим. Но я хочу предварительно, пока не забыла и приготовила. И как раз мы и протестируем. Значит, называется... Вот, это моя помада. Вот, вот эта помада. Фирма называется Gleyveig. Вот здесь написано Gleyveig. 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 Вот, видите? Вот. Тон седьмой. Но сейчас я ее красить не буду, потому что вы меня могли наблюдать в ней. В этой помаде, одетой на моем прямом эфире. Вот. Матый. Матовый. Но, девчонки, я зашла посмотреть... Посмотреть, посмотреть еще какую-то, потому что у меня уже блески заканчиваются. И тоже, думаю, посмотрю. Gleyveig. Gleyveig. Господи. Недавно после работы Gleyveig. Думаю, посмотрю, этой фирмы, так как матовая, она хорош, хорошо держится. Я почти два часа эфир проблаблакала, и все было идеально. Думаю, посмотрю еще какой-то блеск. И нашла, нашла блеск. Мы сейчас, кстати, его будем с вами вскрывать по новой, потому что... Потому что, потому что, потому что решила его проэкспериментировать с вами. Тестер я смотрела, пробовала. Не на губах, естественно, на руке. Ну, думаю, на такие былыкие грощи. Сейчас они тоже, кстати, по акции Gleyveig этот. Это у нас есть такой... Такая сеть магазинов, называется Evo. Я не знаю, в ваших странах есть такой или нет, или это наш украинский. Не буду утверждать, потому что не знаю. И взяла себе блеск. Сейчас, сейчас я его, девочки, открою. Все это дело снимем. Так, тон у него 14-й. Видно, я думаю, вам видно, да? 14-й тон. Цена по акции он сейчас идет, этот блеск, 60 гривен. Так, его цена что-то около 100 гривен. И еще шел по акции вот такой крем-душ. Тоже Gleyveig этой же фирмы. Очень мне понравился запах. Маракуйя, по-моему. Маскарпоне. Маскарпоне маракуйя. Маракуйя, а то я другой нюхала. Очень он мне понравился. Ну, в общем, такой прямый запах. Клубника, полунытья клубника и маскарпоне. И он шел по акции, цена 30 гривен. Думаю, а почему бы себя и не побаловать? Так вот, тестируя помаду, сейчас мы ее с вами вместе накрасим. Потому что мы девочки, мы любим краситься. Иногда. И похотела поговорить с вами по поводу чувствительности. Вы знаете, тут, наверное, я с вами соглашусь на 50%. Потому что у меня есть такие знакомые, на которые, знаешь, та же подруга моя. На такую тему мы разговариваем, можем открыто с ней разговаривать. По поводу чувствительности. И вот был у нее опыт похудения на большое количество килограмм. И говорит, я в большом весе была более чувствительна, более все вот эти дела чувствовала. Ну, в общем, очень комментарий похож на моего, ну, на комментарии моей зрительницы. Котик Мяу, по-моему, правильно. И что я вам хочу сказать. У меня с этой чувствительностью был задан вопрос конкретно ко мне. При потере килограмм, если это связывать с потерей килограмм, я абсолютно не ощутила разницу. Вы видели мою красную помаду буквально пару-тройку дней назад. И с чувствительностью все хорошо. Но у меня моя знакомая подружка. Подружка, точнее, а не знакомая. Тоже я вам только что сказала, потеряла много килограмм. И опять набрала. Опять набрала вес. И тоже вот мы общались. И она говорит, что когда была я за 100 килограмм, чувствительность была вау. Когда стала меньше, дошла уже буквально до 78, по-моему, или 6 килограмм, или 80. Чувствительность пропала. Пропала. Ну, то есть вот продублирован комментарий. С чем это связано? Смотрите, давайте где и тестировать. С чем это связано? Я считаю, что это связано, конечно же, с нашими с вами гормонами. Гормонами это связано однозначно. И связано это с тем, что организм стрессует. При потере килограмм организм стрессует. Естественно, у нас какие-то при похудении есть ограничения. Организму чего-то не хватает. То есть, когда идет даже не ограничение, а я бы сказала жесткие рамки. Ставишь себе жесткие рамки. Вот. Вот так. Сейчас, девочки, давайте накрасим. Я как раз праблаблакаю с вами. И вы увидите. Сейчас. Посмотри, как этот блеск для губ будет держаться. Сейчас. Две секунды. Вот так. Вот красную помаду я делаю карандашом, ну, окантовочку такую. А когда улеск, не делаю. Сейчас. Цель какая? Протестировать, насколько он держится. Хотя вы первые 10 минут, да? Сейчас я буду с вами общаться. Вот. Вот этот блеск. Так вот. Я думаю, что это, конечно же, гормоны. И идут какие-то ограничения. Организм стрессует. И все. Вот этот процесс так и происходит. И притупляется чувствительность. В моем случае никакая чувствительность не притупилась. Полет идет нормально во всех. Во всех отношениях. Но. Давайте вернемся к моему, можно сказать, рациону. И всем вот этим ограничениям. Они у меня не настолько жесткие. Может, это связано и с этим. Если бы я все ужимала, урезала. И было бы прям... Вы видите питание? Питание нормально. Я считаю, что... Ой. Начала. Что выгать? Я считаю, что питание нормальное. И у меня как такового стресса нету. Чтобы прям я стрессовала, переживала, нервничала. Нет, этого нету. Возможно, это с этим и связано. Поэтому, отвечая вот зрительнице на вопрос, связано ли это с потерей килограмм, я думаю, что это не связано. Прям, чтобы 100% утверждать. С изменением гормонального фона, возможно, связано. Какие-то возрастные изменения, возможно, связано. Но в моем случае нет. Как было. Как и было, как и есть. Поэтому, и все-таки я придерживаюсь того, что это связано с тем, что нет жестких ограничений. Вот есть и жесткие ограничения, когда худеешь с большого веса, приходишь к каким-то результатам. В любом случае, это жесткое было. Ну, общаясь, я вам говорю на опыте своей знакомой. Это было жесткие ограничения по всему. Поэтому, возможно, вот такой результат именно вот в чувствительности женской. Поэтому надо делать выводы, как лучше под себя, чтобы не страдали ни вторая половина, ни все, что связано с этим. Это такое мое мнение. Я бы, конечно, хотела услышать мнение из своих зрителей, что вы по этому поводу думаете. Возможно, есть какой-то опыт. Можно с этим опытом, естественно, поделиться. Потому что у меня канал такой, что мы с вами делимся. То, что у нас происходит. И я считаю, что это не какая-то постыдная тема, которую не надо поднимать. Нет, наоборот. Это такое, знаете, можно сказать, жизненное. И чтобы не сталкиваться, любая женщина хочет быть счастлива, хочет быть счастлива во всех отношениях. И я считаю, что это тоже своего рода такая проблема, на которую надо обратить внимание. Я благодарна своей зрительнице. Котик Мяу. Такая игривая. Игривый такой ник интересный. Что обратила внимание на это. Потому что это проблема. Это проблема в семье. И у людей бывает. И это очень и очень, я бы сказала, печально. Поэтому вот как-то так, девочки, как-то так, с нашей чувствительностью. Я хочу немножко ближе подвинуть помаду. Ну, смотрите, извинений никаких. Поэтому вот эта фирма. Глимбейк. Глимбейк. Вот давайте я попробую поближе, как там я видела блогеры делать. Нет, здесь не видно, потому что там я не доснимала. Вот. На вот этой будет видно. Видите? Глимбейк. Вот это мне нравится. Нравится прям, вы знаете, буду ею пользоваться пока. Потому что цена адекватная. Все адекватно. А с чувствительностью надо что-то делать, у кого проблемы. Вот. Все, мои хорошие. Буду прощаться. Дела ждут. Чувствительность моя блещет, плещет. Надо быстренько плющить сейчас. Надо быстренько заниматься своими делами. Вот такие вот дела. Все. Пока-пока.